Так, вижу треугольное лицо, которое становится практически круглым при полноте. Так, это треугольное лицо какое-то однозначно гаминное с большим лбом, либо мы видим вытянутое лицо. Оно, конечно, совмещает эти характеристики, но нам бы выяснить, что на самом деле здесь более очевидно. Нам видно лицо удлиненное, где все собрано вокруг вертикальной линии, все черты стремятся к середине. Или мы видим треугольное лицо широким лбом и легким подбородком. Все-таки что из этих характеристик видно более отчетливо? Спасибо, Сергей, молодец, я ждала этого ответа. Наконец-то хоть кто-то обратил внимание на уникальный маркер. То есть наша задача не просто посмотреть на героя, а поискать что-то такое, что не придет больше ни от другого типажа. Есть еще какой-то типаж, который может дать, вот Екатерина пишет тоже, да, который может дать такой выразительный, да, выразительный, однозначный нос удлиненный, который подчеркивает вертикаль лица. Посмотрите также на собранный, да, на собранный черт лица, на расположение глаз. Я с удивлением обнаружила среди комментариев наших участниц, что многие написали широко поставленные глаза. Я еще раз для всех, кто не смотрит мои эфиры так часто, как хотелось бы, да, обращаю внимание. Вот здесь начинается глаз, вот вместе со слезнячком, вот целиком глаз, вот он. Таким образом, у нас остается здесь расстояние между глаз, вот такое. Скажите, это расположение глаз называется широко посаженные или близко посаженные? Или, может быть, вы считаете, что это такая естественная посадка глаз, да, вот равномерная? Напишите, пожалуйста. Это все несложно, ведь это простая задача. Понаблюдать и посмотреть, что происходит, что остается между глазами, когда мы глаз выделяем вместе, вот со слезной железой, вот это все глаз. Вот это расстояние нам нужно оценить. Что скажете, коллеги? Так у нас все-таки лицо, собранное к вертикальной линии, плюс длинный выразительный нос, который действительно и заострен, и удлинен. И эту вертикаль он как раз нам тоже подчеркивает. И об этом нам, так сказать, старательно говорит. И сейчас мы еще с вами перейдем к фигуре. Итак, жду от вас ответа. Близко посажены. Да, то есть, ведь вот этот маркер кто-то приписал даже присутствие натурала. Но мало того, что с натуралом нам сложно найти какие-то сходства, и попытка вот эти угольные брови отправить к натуральным мягким, это тоже ошибка. Обращаю ваше внимание, мы очень часто об этом говорим. И вот особенности роста волос здесь очень хорошо Ларсен показала. То есть, они мягкие, плавно, вот этот вот изгиб происходит. Здесь у нас угольные брови, которые не являются, конечно, каким-то абсолютно уникальным маркером, и не говорят только о драматике или только о гамине. Но в целом понятно, что один из двухугольных типажей, как минимум, точно присутствует, и это не натурал. То есть, у нас уже собирается набор маркеров. Итак, если мы говорим про гамина, если мы говорим про гамина, что в пользу? Глаза небольшие, большими круглыми не назовёшь. Да, есть проявленная века, но всё-таки такой очевидной гаминной формы глаз, чтобы мы сказали, что чисто гаминные глаза, не можем мы вот так вот, так сказать, здесь сказать. В отличие от этого, нос драматический читается очень отчётливо. И это видно и по пропорциям лица, по соотношению. Посмотрите, какой изящный по сравнению с глазами и бровью гаминный нос, и какой выразительный, и он всегда таким и будет, драматический нос в соотношении с размахом бровей и глаз. То есть, у нас есть явное удлинение, у нас есть вертикальная линия, к которой собраны черты лица, как бы к центру притянутых. У нас есть удлинённость, которая не показывает нам однозначное присутствие формы драматика, то есть, не чисто драматическая форма, но у нас есть вытянутость, прижатость черт лица к центру. Это видно, и эти маркеры гораздо более устойчивые, потому что ни круглых глаз гаминных нет, ни большого лба в соотношении с лёгким подбородком. То есть, очень неустойчиво нам здесь, так сказать, браться за гамина. Его признаки, как сказать, менее очевидны. Понятно ли вам предложение по драматической доминанте, коллеги? Брови драматические, я соглашусь, но когда мы говорим об угольных бровях, всё правильно. Здесь мы не можем их однозначно, да, с изломом брови, мы не можем их сразу по факту, по наличию угла относить к драматике. Нам надо внимательно посмотреть, и здесь бровь достаточно короткая, да, она не размашистая, длинная, как у гамина. Она, так сказать, ну, крыло это более протяжное такое, более, так сказать, размашистое в сторону. Здесь как раз бровки домиком, глазки, пуговки, бровки домиком, как раз, как мы, как мы чаще всего видим именно в драматическом исполнении. Да, нос как на рисунке, как будто с него рисовали. Так любуйтесь, девушки, любуйтесь прекрасным драматическим, так сказать, представителем. Не чистый, конечно, драматик, мы это очевидно видим. Но когда есть хорошие, уникальные маркеры, есть ли ещё другой типаж, который даст такой длинный, заострённый нос? Есть ли ещё другой типаж, который соберёт черты лица, вертикальной оси? Нет. Есть ли ещё такой типаж, который даст и соответствующее положение глаз, соответствующие брови? Нет. Есть типаж, который вытягивает лицо и сужает его? Нет. Остальные делают с лицом совершенно другие, так сказать, другие.